Вот мы с вами разговариваем здесь, а за это время кто-то положил в карман миллион долларов или пять. Это реальные суммы, это реальные вещи, это происходит постоянно, каждый день. Мы попытались эти деньги перенаправить в бюджет. И где мы сейчас? У нас отбирают должности, нас увольняют, нас не пускают на работу. Спрашивается, где справедливость? Офис контрабанды, так называемый, да, или теневой офис контрабанды. Видит ли это министр финансов? Понимает ли премьер-министр о том, что происходит? Ну, должны были бы видеть и понимать. Почему все видят и молчат? Ну, я не знаю. Игорь Муратов, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, я вам благодарен, что вы сегодня к нам пришли, что вы готовы откровенно поговорить с председателями таможни. Это бывает нечасто, поэтому я вам благодарен. У вас есть смелость. Друзья, я вам должен рассказать, что при президенте Зеленском первый председатель таможни был назначен Макс Нефедов. Человек, который абсолютно не имеет никакого, или не имел и не имеет сегодня никакого отношения к таможне. После скандального его увольнения второй председатель таможни был назначен Игорь Муратов. И вот здесь интересно, потому что Игорь Муратов более 20 лет работает в таможне. Прошел абсолютно все ступени развития в таможне. Человек, который много знает, знает практически всех, все про всех знает. Поэтому, ну, очень интересно и здорово, что мы сегодня можем все это обсудить. Вопрос первый такой. Ну, вот вы 20 лет работаете в таможне, да, но при этом всем вы не стали олигархом, насколько мне известно. И мне много людей из, значит, ваших коллег рассказывали, что вы имеете чуть ли не безупречную репутацию. Слушайте, как можно работать 20 лет в таможне и иметь такую характеристику? О чем? Мне повезло. По роду своей деятельности я был далек от тех направлений, так скажем так, взяткоемких, да, которые могли бы спровоцировать коррупцию. Поэтому и сложилось, и слава богу. За 20 лет, как считаете, главные достижения ваши на таможне? Внедрение электронного декларирования. Это вы занимались им? Да, это я занимался, начиная, это мы сделали в 2010-2011 году. С тех пор почти 100% таможенных деклараций, они обрабатываются, подаются и обрабатываются в электронном виде. Потом передаются в налоговую, в банк, в Министерство внутренних дел, во все необходимые органы, которые взаимодействуют с таможнью. Потом работа над новым таможенным кодексом, который у нас вступил в действие с 2012 года. В этом документе удалось значительно приблизить его к Европейскому таможенному кодексу. В некоторых, конечно, там работы еще очень много. Единое окно, разработка и внедрение закона про единое окно, такая система, при которой не только теперь электронные таможенные декларации улетают во все госорганы, и наоборот, из этих госорганов, которые выдают разрешение, они не в бумажном, а в электронном виде, прилетают в таможню, и не нужно субъекту ходить там, брать бумажку и бегом нести в таможню, для того, чтобы можно было оформить товар. Давайте так, я вот сразу к самому интересному перейду. Смотрите, ну таможня, наверное, один из самых коррумпированных органов в нашей стране. Ну и один, потому что там одни из самых больших денег, в принципе. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Хорошо. Есть масса госорганов, у которых мы постоянно видим, читаем новости о выявлении нарушений, задержании взяточников и так далее на многие сотни и даже миллионы долларов. Поэтому я думаю, что таможня до этих чемпионов очень далеко. Окей. Среди всех руководителей таможни, как вы считаете, кто наименее был коррумпирован? Наиболее вменяемым, хотя бы приблизительно был на своем месте, как вы считаете? Ну, я скажу так. Я стал директором департамента в 2008 году. То есть до этого я занимал там меньшие должности, там начиная от инспектора. Поэтому мне тяжело судить об тех руководителях, по слухам. Поэтому не затрагивая то, что было до 2008 года. Вот с 2008 года, я думаю, что вашему вопросу там наиболее соответствует Валерий Иванович Хорошковский. Он был самым наименее коррумпированным и изменяемым? Хотя он тоже был не таможенником, но очень быстро разбирался в сути вопроса и жестко администрировал, контролировал поставленные задачи. Причем задачи, которые нам казались невыполнимыми на то время, а потом мы их выполняли и до сих пор с этим таможня работает. Вот сейчас очень актуальный вопрос. Это офис контрабанды, так называемый. Или теневой офис контрабанды. Вы можете объяснить каким-то простым доступным языком, что такое теневой офис контрабанды? Да, название офис контрабанды сейчас довольно часто звучит. Я не думаю, что он выглядит как отдельно стоящее здание с функционерами в нем. Я думаю, что это построенная система ручного управления таможней и отдельными процессами на таможне. Главной целью которой является уменьшение платежей в бюджет и перенаправить эти деньги в карманы организаторов этой схемы, коррумпированных чиновников и так далее. Но по сути это воровство. Ну конечно. Давайте так, хорошо. Офис контрабанды это все-таки мифическая структура или офис реально существует? Происходящие сейчас процессы на таможне наталкивают на мысль, что, наверное, все-таки подобные схемы сейчас активно строятся. Об этом говорят коллеги, с которыми я общаюсь. Они говорят о том, что приходят новые руководители на таможне, зачастую те, которые не имеют достаточного опыта. И устанавливают свои правила игры. Работать мы будем вот так, вот так и вот так. Если ты не хочешь работать, значит ты работать не будешь. Сделать это сейчас довольно просто. Достаточно поменять штатную структуру таможни. После этого должность твоя исчезает и тебя в рамках закона по закону увольняют. Поэтому таможня стала сейчас очень легко управляемой структурой. И это при том, что зарплата инспектора таможни довольно невысокая. Где-то в районе 6 тысяч гривен. Давайте так. Я себе представляю, что офис контрабанды, он существовал, наверное, всегда. Потому что мы все знаем, ни для кого не из нас, друзья, не секрет, что реально на таможне всегда ворвалась куча денег. Всегда была контрабанда и всегда самые большие красивые дома. Но это значит, что там живет таможенник. Вот все-таки офис контрабанды. Были ли времена, когда офис контрабанды переставал работать на таможне? Были ли такие времена? Или это всегда офис контрабанды существует? Я уже упоминал о 2008 году. Я думаю, что до этих времен даже фразы такого не было, названия такого не было. И вряд ли существовали такие схемы. Наверняка его не было при Хорошковском, не было его при Макаренко, не было его при Нефедове. Ну, не было такой организации при мне. Ну, а сейчас, судя по всему, такая система строится. В этих реалиях, в таможне, роль правоохранительных органов, я так понимаю, она занимает какую-то весомую очень роль. Насколько правоохранительные органы находятся в спайке с коррупцией на таможне? Вот в частности, например, Служба безопасности Украины. Мне рассказывали очень влиятельные люди о том, что без СБУ на таможне не делается ничего. Это правда? Ну, правоохранительные органы, в том числе СБУ, имеют специфические функции, предоставленные им законом. И потому, конечно, всегда они плотно взаимодействовали с таможней. В рамках и контроля грузов, которые перемещаются, в рамках расследования каких-то преступлений таможня предоставляла и предоставляет всегда по запросу необходимые документы, которые были основаниями для пропуска тех либо иных грузов через границу. Поэтому отрицать влияние правоохранительных органов на все те процессы, которые происходили на таможне, ну, просто невозможно. Они имеют права гораздо шире, чем таможенники. Таможня не есть правоохранительным органом. То есть всегда можно заставить инспектора таможни либо руководителя подразделения посадить его на крючок и манипулировать им, заставить делать то, что нужно. То есть это, в принципе, не новость. Правда, то, что мы обсуждаем, что служба безопасности, например, может реально влиять на работу таможни? Может, да. Инаугурация Зеленского. Зеленский становится президентом. Служба безопасности продолжает контролировать контрабанду? Думаю, что ситуация изменилась. Мы не видели таких ярких сообщений о нарушениях, задержках и так далее. Могу сказать по своему опыту. В то время, когда я исполнял обязанности руководителя, у меня было очень плотное взаимодействие с представителями службы, сотрудниками службы безопасности. Они там и в направлении контроля таможенной стоимости товаров в разных направлениях. Поэтому реально в то время я ощущал поддержку со стороны службы безопасности. Но мы же говорим о том, что сейчас реально создается офис контрабанды. Это видно невооруженным взглядом. Вот я вам задаю вопрос. Что тогда изменилось за последние несколько месяцев? Не может же создаваться офис контрабанды в стране, при этом та же служба безопасности об этом не знает? Что-то поменялось? Что происходит? Не может? Конечно, не может. Если происходят такие действия в стране, строительство схемы на таможне, я думаю, что все правоохранительные органы, в том числе и служба безопасности, об этом знают или должны знать. То есть они не могут об этом не знать. Что-то изменилось? Ну, нужно спросить у них. Вот после увольнения Макса Нефедова, после вашего увольнения, на таможне начали происходить какие-то вещи. Вот можно выделить там точечно, что сейчас происходит, какие изменения начинают происходить? Ну, я бы сказал, что одно из основных и таких изменений, которые всем видны, это кадровая революция на таможне. Хочу сказать по своему опыту. Когда я подавал какие-то кандидатуры, приносил министру финансов, он очень часто задавал мне вопрос. А вот этот кандидат, у него там есть то-то, то-то в истории, там такой-то шлейф за ним тянется и так далее. Эти кандидатуры, вновь и поданные, и сели в Минфине на согласование месяц, два, то и три некоторые, и так и не были согласованы. В конце концов, новым руководством эти подания были отозваны. В то же время сейчас мы видим, что министр финансов заявляет, что его не интересует бэкграунд тех кандидатур, которые он согласовал уже. Он их технически якобы согласовывает, все хорошо, и он будет смотреть, как они будут работать. Что поменялось? В чем разница? Почему такой разный подход тогда и сейчас? Правильно ли я понимаю, что те люди, которые согласовываются сейчас очень быстро, но их репутация, так мягко сказанная, ну не далеко не безупречная? Нужно сказать, что практически невозможно, я думаю, найти таможенника со стажем, которому невозможно предъявить каких-то претензий. Ко всем можно, ко мне в том числе. Вопрос в другом. Вопрос в том, что когда я приносил свои кандидатуры, которых я предлагал назначить на те или иные должности, министру Марченко, я очень часто слышал претензии. Вот он там где-то участвовал, там работал, с тем работал, за ним такой хвост. Эти предложения лежали там месяц, два, три, так и не были в конце концов согласованы. В то же время сейчас мы видим, что кадровые предложения согласовываются буквально с лету, назначения происходят мгновенно и никого не интересует бэкграунд этих людей. Вот министр открыто говорит о том, что он технически согласовывает предложения руководителя таможенной службы, а их история его не интересует. Получается, что в то время, когда я работал, и мы не занимались с руководителями таможен, всех, кого я подавал на руководителей таможен, если их утверждали, у нас с ними был с каждым буквально, я думаю, всех можно спросить, откровенный разговор. Мы ничего не собираем, мы не носим никакие сумки наверх, мы работаем так, как положено по закону. Получается, что такая работа, очевидно, была кому-то невыгодной, и теперь всю эту команду нужно было отодвинуть, может быть, даже уволить, для того, чтобы завести новых людей, которые будут делать так, как будет нужно. Я думаю, что не составляет труда поинтересоваться у бизнеса, какие сейчас условия работы на таможне, сколько стоит перетащить фуру через западную границу, сколько стоит протащить контейнер через Одесский порт, понятно, неофициальных платежей. И все станет на свои места, все станет понятно. Я приведу один пример. Мне недавно показали смс-ку с тарифами на перемещение контейнера там с турецким или китайским товаром через Одессу. В зависимости от вида товаров за контейнер нужно уплатить там 100, 200 или 500 долларов. За эти деньги через границу можно перевести там и, наверное, уплатив минимальные платежи в бюджет, какой угодно товар. Мало того, что это не до поступления в бюджет, к тому же еще это очень ощутимо бьет по рынку внутреннего производителя. То есть наш Легпром становится абсолютно неконкурентным с товарами из Китая или Турции. Западная граница. Мы регулярно видим сообщения о задержании самых разных товаров, которые перемещаются или пытаются переместиться через западную границу. Львов, Волынь, о чем это говорит? Это же не может быть, это же такие действия не могут происходить случайно, внезапно и неорганизованно. Судя по всему, ну поскольку не было таких явлений при Нефедове, не было таких явлений при мне, судя по всему, как раз смена состава была целью для того, чтобы создать возможность построить такую схему. Мало того, сейчас под флагом выполнения маяка МВФ, перевода таможни на работу в формат единого юрлица, будут ликвидированы все региональные таможни, как юрлица. Соответственно, все сотрудники этих таможен должны будут столкнуться с необходимостью перевода в абсолютно другую структуру, то есть в единую таможенную службу, которая будет одно юрлицо на всю Украину. Для этого Кабмин недавно утвердил постановление, пилотный проект или эксперимент по оценке таможенников на профессиональное знание, это понятно, не вызывает вопросов, и на благонадежность, что вызывает вопрос. Что такое благонадежность? Кто будет проверять людей на соответствии этому критерию? Как будет приниматься решение, переводить человека или не переводить? Правильно ли я вас понимаю, что речь идет о зачистке, что вы все это рассказываете о том, что по сути зачищается и выстраивается вертикаль, а все эти вещи используются как инструмент для зачистки. Я правильно понимаю? Это очень похоже как раз на зачистку. И видит ли это министр финансов? Понимает ли премьер-министр о том, что происходит? Ну, должны были бы видеть и понимать. И другие контролирующие органы в стране тоже должны были это видеть и понимать. Давайте так, вы знаете о таможне все, вы знаете в таможне все, все про всех и так далее. Мы с этого начинали. Спрашиваю вас открыто, спрашиваю, глаза задают этот вопрос. Смотрите, правда ли, что Геннадий Романенко является кумом одиозного Игоря Калетника, а Игорь Резник является кумом помощника Александра Горновского, и именно Романенко и Резника называют сейчас главными конструкторами и идеологами вот этого теневого офиса контрабанды, который выстраивается сейчас в Украине? Да не имеет значения, кто кому-кум. Вопрос абсолютно в другом. Сейчас нынешнее руководство таможенной службы очень активно действует в направлении развала той таможенной системы, которая была до сих пор, и построение коррупционной вертикали. И все, что сейчас происходит, очень напоминает ситуацию с построением системы конвертов при Януковиче. Все все видели и тогда, и молчали, ровно так же и сейчас. Все это видят. Это видят таможенники, спросите у любого таможенника. Это видит бизнес, он не может, он чувствует это на своей шкуре. Поэтому почему это происходит, почему все видят и молчат, ну я не знаю. Нужно спросить у министра финансов, у премьер-министра, может быть, правоохранительных органов, у руководства государства. Почему никто не реагирует на происходящее? Что нужно сделать, чтобы таможня превратилась в стабильную, нормальную структуру? Что нужно сделать? Да все просто. Нужно убрать влияние на таможню политиков, силовых органов, вывести таможню из подчинения Министерства финансов, установить таможенникам нормальные зарплаты, так, чтобы рядовой инспектор получал минимум 1000 долларов. Сотрудников таможни всего 10 тысяч, это не так много денег. Ну и, конечно, максимально внедрить информатизацию и автоматизацию таможенных процессов. Все, больше ничего не нужно. Почему это не происходит? Да потому что такие изменения никому не интересны, не нужны. Если таможню сделать сильно независимой, она будет работать только на государстве, на ней не заработаешь. По разным оценкам бюджет теряет на таможне от одного до трех миллиардов долларов в год. То есть это четверть миллиарда долларов в месяц. Это миллион, миллионы, десятки миллионов долларов зарабатываются, бюджет теряет, а кто-то зарабатывает их каждый день, каждую минуту. Вот задайте себе вопрос. Вы бы хотели потерять эту возможность? Ответ очевиден. Никто не хочет такую возможность терять. Вот мы с вами разговариваем здесь. За это время кто-то положил в карман миллион долларов или пять. Это реальные суммы, это реальные вещи, это происходит постоянно, каждый день. Мы попытались эти деньги перенаправить в бюджет. В какой-то мере это у нас получилось. И где мы сейчас? У нас отбирают должности, нас увольняют, нас не пускают на работу. А те, кто выстраивает схемы вертикали, у них все хорошо. Они получают продвижение по службе, зарабатывают деньги и всех все устраивает. Спрашивается, где справедливость, кому нужна правильная таможня, которая будет работать на государство. Вот по вашим оценкам, вы все-таки руководили, да, таможней, и вы всю жизнь проработали таможней. Вот вы точно ориентируетесь, реально, сколько может дать таможня в государственный бюджет? Что это за деньги? О чем мы говорим? О каких суммах, цифрах? Ну, смотрите, на сегодняшний день таможня дает в месяц, перечисляет бюджет, около 1 миллиарда долларов. 31, 32, может быть, чуть больше миллиардов гривен. Я думаю, что при нормальной работе можно было бы эту сумму увеличить, ну, наверное, на 250 миллионов долларов. То есть на четверть или, может быть, на треть. От вопросов профессиональных хочу перейти к вопросам, ну, так сказать, интересным. Вот Максим Нефедов, который был руководителем до вас, он сделал заявление по поводу вот этого профсоюзного городка с элитной недвижимостью, которая принадлежит... Формально, это что, с чем опікуется профсоюз ДФС. И, на самом деле, ну, меня, щиро, дивует просто такая ситуация. Это, ну, все эти люди, это какие-то сильные мира святого, которые при этом абсолютно не гребуют тим, что они за 4, 5, 6 тысяч гривен на месяц, начебто орендуют, ну, великие коттеджи, напевно, совсем не собираются повертать это державе. Таможенникам, вот, где он рассказывал, как вот эти вот таможенники выстраивают там целые дворцы себе. Что с этой землей и что это за дворцы, вот, расскажите, пожалуйста. Но это правда или неправда? Да, это правда. Нужно сказать, что на территории этой базы отдыха когда-то раньше находились очень скромные домики, в которых предоставлялась возможность пожить, какое-то время пожить руководителем среднего звена таможенной службы, директором департамента, начальником управления. Какое-то время я тоже там жил в одном из этих домиков. Потом, после того, как таможня была объединена с налоговой, нас всех оттуда выселили. Ну и начала появляться информация в СМИ о том, что эти домики каким-то образом, по каким-то схемам выводятся из управления профсоюзов. Не знаю, документов не видел, собственно, как это происходило, и там, законно это или незаконно. Ну и потом, якобы, на базе этих домиков или вместо этих домиков начали появляться дворцы. Опять же, с тех пор я там не был, глазами их не видел. Но вы же прекрасно понимаете, чьи дворцы там находятся. Между прочим, ваших коллег, также таможенников. Понимаю, опять-таки, судить можно из публикаций в СМИ, да, из того, что я могу припомнить. Я встречал информацию о том, что там есть домик Хамутынника, Носирова, Романенко и других людей. В то же время там не помню о том, чтобы там была информация о том, что там есть домик, к примеру, там, Нефедова или Макаренко, или Хорошковского, или Егорова. Моего там, кстати, тоже нет. Ну вот. Как к этому относиться? Законно ли, либо незаконно это было проведено? Ну, не знаю. Это вопросы к правоохранителям, если там вопросы, какое-то там нарушение закона. Как-то по-другому оценивать это? Ну, тоже не хотел бы я даже, ну, с точки зрения, там, этики оценивать своих коллег, руководителей, может быть, даже прошлых. Ну, есть и есть. Вот так. В самом конце хочу задать вам такой вопрос. Все-таки мы, ну, очень откровенно говорим, вы озвучиваете крутые вещи, и, ну, это классно, что у вас хватает мужества говорить об этом всем открыто. Поэтому задаю вопрос, опять же, прямо в глаза такой. Все-таки после всех этих конфликтов на таможне и вот этой вот войны, да, и вы уже руководителем были таможни все-таки, вы видите себя дальше как? Как сотрудник таможни в разных сферах, да, и продолжать работать в госсекторе? Или все-таки вы уже подумаете о какой-то политической карьере и там в роли политика себя примеряете? Все-таки я не собираюсь заниматься политикой. За долгие годы работы в таможне я приобрел огромный опыт. Собираюсь дальше использовать его на работе в таможенной службе с тем, чтобы превратить украинскую таможню, помочь ей превратиться в одну из самых лучших таможен мира. И еще раз скажу, не собираюсь, не думаю заниматься политикой. Игорь, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Это было круто. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok